Древний русский город Кострома Своей матушкой трудится и молится в домашней церкви, православный священник, иконописец, проповедник и миссионер, метрофорный протеерей Константин Федоров. Недавно Господь сподобил нас посетить доброго батюшку. По нашей просьбе отец Константин ответил на некоторые вопросы, касающиеся наших дней и церковной истории. Субтитры подогнал «Симон» 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 Видите, у меня три годика, здесь много хорок, и все, я знаю, что вы службу знаете, и то, и все, в общем-то. Я как раз заболел, простуда была какая-то, ну, поехали, значит, с семьей. А я не успел докончить свои это правила перед причастием. То, значит, я взял это молитвослов, держу в руке, читаю, с этой рукой, значит, поглядываю, значит, и управляю. Все пассажиры у меня, кроме матушки и детишек, еще были двое там, которых я познакомился. Они, значит, молчат все. Я их поблагодарил, приехали туда, в Зенесенский собор, я их очень поблагодарил, чтобы тихо, а еще дождик был в это время, чтобы были тихо. Они говорят, мы боялись, что вы читаете и управляете в то же самое время. Я говорю, ну, я одним глазом, туда и туда. Ну, в общем, я их поблагодарил, что они тихенько были, что они мешали мне правила дочитать. Вот. И вот и к меня в тот же день, меня, значит, и в чецы поставили под дьяконы, и в дьяконы. Вот. И я стал дьяконом тогда у отца Василия. Вот. И для меня, конечно, была Пасха тогда. Я это так радовался. Но как побыл в дьяконом, он же дальше не хотел никуда идти, оставаться просто дьяконом хотел. Но прошло там, сколько, месяцев, десять, немножко больше. Вдруг мне отец Василий говорит, я с владыкой говорил, у владыки дело к тебе. Поезжай к своему духовнику на разговор. А духовник был отец Алексеев Хочин. Я к нему приехал. Отец Алексеев, мне сказали к тебе приехать, поговорить, что ты делал какое-то. Да. И говорит, что владыка Николь меня хочет священником поставить. Вот. И он мне говорит, я владыке сказал, я не богословляю, как его духовник. А если вы настаиваете, так вы мой епископ, архиепископ, то вы тогда будьте его духовником. И владыка Николь, на мое удивление на его, что хорошо, я буду его духовником. И он меня, значит, передал, меня владыке Никону. И тогда владыка Николь мне сказал от отцу Василию, я сказал, что я приехал бы в воскресенье, это было бы на крещение, как раз, чтобы меня рукоползить священником. И рукоползил мне священником. Как мне надели филонету, я почувствую такую тяжесть на плечах. А я уже никак не хотел быть священником. Я просто хотел оставаться диаконом. Вот. В общем, так вот, насчет владыка Никона. Владыка Никон после какого-то времени, значит, там, это, значит, Господь его взял. Он был похоронен у нас, это в Владимирском храме памятники. С одной стороны, у нас храм внизу, с одной стороны, владыка Виталий похоронен, архиепископ. А с другой стороны, владыка Никон был, значит, тот. Вот. Он меня как раз тогда научил. Я говорю, я же на вы все время. Я говорю, нет, не называй меня на вы, на ты. Значит, вот все это требовал. Он был отец настоящий такой. Ну, не только заботе все о духовном, но к моей, конечно, радости. Он все время беспокоился, как в моем состоянии, чтобы даже материально как-то кормить детишек своих. И даже он хотел так, чтобы и жалобния прибавили. Ну, в общем. А главное, что он мне звонил очень часто. Ну, не преувеличивает, но где-то каждые две-три недели звонил мне, спрашивает, как у меня дела и тому подобное. Вот такой был епископ, владыка Никон, добрейший был. Да. Ну, и владыка Никон, значит, вот тоже я спрашиваю, владыка, скажите, что такое экономия? Я не совсем понимал все-таки, потому что там я слышу из московской патриархии, принимает через экономию, только через покаяние и тому подобное. Если там таинства нету, так нас учил еще владыка, то есть архимирид Константин сказал прямо, самое страшное, что сделало советское правительство, что подменило православную церковь московской патриархии. Вот, и так же святитель Филарет говорил, и он говорил, отец Константин, вот, святитель Филарет, как-то мы беседовали, он говорит, вот у меня монетка в кармане, вот, одна настоящая, а другая ненастоящая, какую ты хочешь? Я говорю, ну, я, конечно, настоящую хочу. А он знал, что я тогда ювелирными делами занимался, крестики делал, иконочки, в общем, это, то есть, позолотой занимался. И, значит, так он мне говорит, а как ты будешь знать? Вот они совсем одинаково набиты. И снаружи это, и как узнать? Я говорю, ну, самое правильное тогда взять на анализ тогда, посмотреть, что-то внутри этого, из какого металла можно постановить. Вот, а даже можно на зуб взять попробовать, если это золото, то ничего не сможешь зубом сделать. Вот, а если не золото, то можешь там немножко метку какую-нибудь сделать. Ну, тогда владыка мне так прямо говорит, так вот, знай, у нас настоящая церковь, а московская патриархия – подделка, это ненастоящая, и там таинства не может быть. Вот так мне прямо простенько говорил. Ну, тогда я спрашиваю владыку Никона, значит, вот владыка, скажите, все-таки, как, что такое, как понимать экономию? Я говорю, я не совсем понимаю владыка. А владыка говорит, ну, допивай чай. Я допил чай. А смотри, у владыки чайник мой, то есть стакан, еще полстакана еще есть с чаем. Когда я допил свой чай, я поставил стакан на стол, а он тогда протягивает свою кружку, или свой стаканчик, берет и нанимает в мой стакан. И говорит, вот, вот у тебя форма осталась, но живительного существования там ничего нету, не было. А я тебе взял, перелил твой стакан из моей чашки. Вот это так мы делаем по экономии. Мы берем благодать Божию, передаем это в то место, в котором была форма, но не было таинства. Вот там, где я понял, что если крестят не человека, просто побливают или кропят, как это делали в московской, то там и формы не было в крещении, то там надо было все-таки крестить по-настоящему. Я так всех стараюсь делать, когда узнаю, что их так, формы даже не было правильной. А если есть форма была правильная, то я тогда спрашиваю, можете принимать экономию или нет. А если нет, то я тогда, опять, по примеру святителя Фиорета, как я вот рассказываю насчет матушки моей, то, значит, я даю им возможность выбрать, крестить или принимать по экономии. Вот так. А больше я все, да, вот у меня купильник большая, я все крещу больше всего. Ну вот, что теперь. Насчет метополита, значит, то есть, насчет владыка Никона, я вот владыка Никон был, конечно, отцом. Мне как родной отец просто стал вообще. Владыка Иоанн Шанхайский тоже, конечно, был, я думаю, его очень уважали, очень любили, Владыка Иоанна. У меня фотография стоит с Владыкой. Я ездил туда и в Сан-Франциско был у него, там, когда еще гробница была за алтарем там, когда обнаружили мощи, я там был на службе, на вселенной, но на литургии я сделал того, что никогда в жизни не делал. На литургии, когда я облачился, вот дикиментрополит Виталий был там, он благословил меня, значит, как других там все священники, которые были, собрались, и вдруг я вижу, стою, рядом со мной был отец Андрей Кенсис, и вдруг я смотрю, напротив меня стоит в красном облачении один батюшка. А все, мы были в золотом или белом, один в красном облачении. Оказалось, это мне сказали, что это Евтихий был. А потом смотрю, еще один какое-то тоже облачение, и совсем не незнакомое лицо этого батюшки. Я спрашиваю, кто это такое? А это из сербской церкви. Как из сербской церкви? А вот так. Я говорю, что из свободной сербской или из патриархийной? Ну, здесь я не смог. Я тогда, думаю, даст Господь меня простить, но я сослужить не буду с этой патриаршиной этой сербской церкви. Я снял облачение, и был тогда просто фотографированием, был на службе, потом снаружи фотографировал. У меня там есть фотографии этого. Потом прихожу к митрополиту Виталию и говорю, Владыка, вы мне сказали же, что вы с Киприяновцами, как, и Киприяновцы были там, что вы с Киприяновцами не будете объединяться. Потому что они вот... Владыка сказал, да, я был против этого, но они меня... О, рул, как по-американски защищают. Большинство из голосов было, чтобы объединяться с Киприяновцами. Вот. И я ничего не мог сделать. У меня только два голоса, если пора мне... А большинство из епископов хотели объединяться. Но я говорю, вы, Владыка, заметили, что я не сослужил вам? Я говорю, да, заметил это. Я говорю, а вы знали, что у вас еще есердская патриархия? Я говорю, нет, я не знал. Это было две недели после этого. Я приехал в Синод, и он мне вот так вот сказал. Я говорю, ну, ничего, я ничего не мог сделать. У меня уже не в моих руках было. Ну, меня вызвал отец Никита Киров. Он это протодиакон был его, кирейником. Он за ним смотрел. Последние ночи трудно ему было спать. В общем, и отец Никита тоже уже тяжело был. Он решил меня позвать, чтобы я помог бы ему. Потому что я с ним работал и позавод делал, но раньше сдавал каким-то там американцам. А когда я ему сказал, что я позавод и занимаюсь, слушай, я понес сам сначала эту чашу и еще позаводить в эту компанию. И вот я стою в очереди, там, на прилавок сдавали на позавод. И передо мной стоял какой-то вроде мексиканец, там, в общем, какой-то такой. И у него что-то было завернуто в бархате. И вдруг он берет, ставит на прилавок, снимает этот бархат. Я смотрю, это голова черта с рогами, обмазные глаза, и эта гадость такая. И вот это дает, чтобы ему позаводили. Я говорю, что чаша наша пошла туда, там заводить ни в коем случае. И вот тогда ушел, тогда я... Вот у отца Никиты узнал, что у него есть машина. Это специальная такая, чтобы можно было заводить. Это... Ну, я изучил это дело и решил тогда... Да, у него батареи было, машинки у него не было. Он чувствовал, что через батарею это делал. Я купил себе машинку такую специальную для позавод и все, что надо. И начал заводить тогда утвы, чтобы не сдавать вот такие места. Вот. Да. Так вот, значит, мы с Никитой подружились. Потому что он тогда приготовил крестики для России. Что если освободится Россия. Вот. Я ему помогал в этом, в позаводах, в общем, в разных... Ну, значит, и он меня позвал, чтобы я помог смотреть за владыкой. Вот. И накануне как раз этого было дня. И, значит, я... Мне дали комнатку рядышком с ним, чтобы если владыка там чего-то попросили, чтобы я, значит, пришел. И я старался не спать. Я не спал до пяти часов утра. Вот. А там все ездили, все эти полицейские машины там в Синодии. Все слышно было всю ночь. Это почти что. Но, к сожалению, после пяти я вдруг задремал. В половине седьмого отец Никита ко мне приходит. «Вы что ж ты мне надув меня? Ты сказал, будешь смотреть за владыкой». Владыка полцитал до этого звал, а ты заснул. Ну, я вот не смог за владыкой. Отец Никита пришел. Значит, помог там, что надо было владыке. Значит, ну, я потом, значит, пошел к владыке. И там сцена была такая очень трогательная. Вдруг приходит учительница. Там в церковской гимназии была. Приходит учительница и говорит, владыка, митрополит, у нас одна девочка никак не хочет сдавать экзамен, потому что говорит, что вы умерли. Вот. И она плачет и никак не будет. Дайте, разрешите привезти ее сюда, чтобы она увидела, что вы не умерли. Ну, владыка сразу же, конечно, говорит, да, привозите сейчас его. Вот эта маленькая девочка приходит, где-то восьми лет, наверное, не больше. Приходит, ходит, увидела владыка, владыка лежал на кровати. Эта сцена такая, конечно, очаровательная была. Она подходит к владыке, владыка ее благословляет, улыбается, так глазково говорит с ней, а там у ногах у владыки стоит этот длиннющий, знаете, с Никитой. Вот. И он успокаивает эту девочку, говорит, и сдай экзамен на пятерочку, то, в общем, поговорил с ней так и отпускает ее и все. Это уже было около одиннадцати дня где-то. Тогда вдруг владыка говорит, ну что ж, отец Никита, меня причастит батюшка? Нет. А отец Никита говорит, да батюшка уже ушел. Они с нижнего храма приносили каждую службу владыку предвещать. Вот. И владыка сказал, то есть, да, значит, отец Никита говорит, нет, простите, батюшка уже ушел тогда и говорит владыке, да может, это владыка Григория позвать, вот. А владыка метополит говорит, нет, не надо владыка Григория, ничего. Я говорю, ну вот смотри, вот мой и Петрахин, и батюшка здесь. Он сказал, пускай батюшка Константин придет причастить меня. Ну, и владыка меня послал, и Петрахин дал свой, значит, я его одел, порыки взял, потом, значит, вот, пришел, и вот не знаю, как его причастить. Молитвы, но владыка говорит, прочитай молитвы, которые повозаны, значит, когда причащали больного. Ну, я, значит, прочитал, тогда он говорит, значит, ну вот, вот, ну, причасти меня, ну, я думаю, ко мне метополита включает. Он сам возьмет, я хочу чашу давать, чтоб он сам... Он говорит, нет, нет, отец говорит, ты меня возьми уже и цепь, причасти меня вот так. Ну, я вот, вот, причасти Владыку. Еще побыл там какое-то время, вот, потом вдруг это... Владыка немножко пристал еще, потом что-то такое... Да, потом ко мне говорит, отец Константин, а кто у тебя служит новой коронавой пустыней сегодня ночью? А это было накануне как раз архиста Диего Михаила, собор. А я говорю, да, Владыка, к сожалению, никого не будет, если меня там не будет. Он говорит, о, тогда ты езжай, все, езжай сейчас тогда к себе. Ну, в общем, я взял благословение, я не хотел сначала ехать. Я говорю, нет, ты не можешь оставить там без службы на такой день. Езжай, иди. Ну, я, знаешь, поехал. Отслужил я там всеночную, все. Утречком, половина седьмого, как с половиной седьмого, звонок, отец Никита. И говорит, я первому человеку позвонил, Владыку Господь взял к себе. Вот, он умер. Я тогда уже на прескомедии помянул Владыку. Отслужил эту продюсерочку потом. В общем, вот так Господь взял его таким образом. Ну, Владыка, конечно, вот я с ним ездил в Австралию тогда, как это, по дороге вот, Владыка не любил летать. Так что, а я был в это время в Сан-Франциско, устраивал вот это, как там устанавливать должен был эту мозаику, которую я сделал на вход, при входе. Вообще скорбежьей радости. То я поехал с сыном своим младшим. Значит, приехали туда. Владыка должен был, значит, поездом там приехать. Потом в Монтреаль, нет, не в Монтреаль, это в Эдмонтон, как-то поехал оттуда. Значит, должен был, значит, на пароходе, как будто. Ну, значит, и просил, чтоб я с ним провожал его. Он взял эту икону, которая обновилась в Харбине. Вот. И он просил, чтоб я с ним поехал. И разрешил взять Андрушу, моего сыночка младшего. А с метаполитом мы поехали, значит, в этом пароходе. Я служил в литургию. Владыка пресечался там, значит, каждый день мы служили там. У него в каюте. Он, отец Никита, его в первом классе там устроил. Мы были отдельно с Андруши. Потом вдруг погромко говорит капитан, что на нас идет огромная буря, и что надо все снимать на шкафах или что везде, что можно привязывать, потому что будет большая беда. Я иду туда к метаполиту. Наверное, что он по-английски не понимает. А узнал это я очень трагическим способом, что он не понимает. Это я потом расскажу, если не хочешь. На меня гони небольшое. Ну, в общем, так. Вот бедненький... Я иду к владыке, и владыке говорю, Владыка, вот капитан сказал то-то-то, что сейчас будет большая буря за это. А владыка на меня посмотрел, так улыбнулся и говорит, а ну ты же знаешь, кто с нами едет? Я говорю, я знаю. А у меня был крест, который я реставрировал кому-то, а там была частица настоящего креста Господня. Еще у нас икона была вот эта, которую мы везли в Австралию. Вот. Это всех скобящих радостей, которая сама обновилась. Вот. Так что и владыка будет совсем спокойно. Да ничего не надо, ничего. Все пройдет. Идем назад в каюту свою. Значит, вдруг через какое-то время звонит этот громкоговоритель, говорит, что совершенно непонятно каким образом, но вся эта буря вдруг сделала 90 градусов поворот и уходит от нас, нас не тронет. Это было, конечно, помимо молитвы свидетеля Певарета. Так что вот так. Потом часто, когда обедали, отец Никита приглашал нас обедать с водыкой в ресторане. Иногда Андрушенька немножко там чего-то капризничал, то отец Никита на него немножко ворочал там это. А второй раз сказал, эти розги надо ему давать. А владыком митрополит его защищал. Это моего Андрюшку. Вот. А мне говорил часто после обеда, пойдем на паугу, поговорим. Вот. Хорошо. Я такой, ну только отдохни, ну часика-полтора там, потом приходи на палубу. Первый раз я пришел на палубу полтора часика, владыка там уже сидел. Я думал, ну и раньше приду в следующий раз. В следующий раз пришел на час раньше, владыка еще там. В следующий раз на полчаса владыка там еще. Так что владыка не ходил отдыхать, а прямо ушел на палубу. Там скамейка была. Это значит. А он меня садил. Ну садись, садись рядышком. Я садился рядышком у него. И вот разговор у нас был такой. Такой разговор был простенький. Ни одного слова. Не надо было говорить. Просто сидели так, ну как в раю были. Сидели. И только вот, видимо, как это проходит. Это шум это идет. Это то, что корабль, это пароход. То есть идет, значит, у нас там это. Волны разбивает там это. И все. И только тучки да водичка видна. Вот. И мы могли так сидеть. Немало. Я тогда вспомнил, что вот как. Мне говорят, отец Константин. Вопросы какие-нибудь задавай мне. А у меня все выходит из головы. Я говорю, что Вадыков уже мне все ответил. Я пришел туда с вопросами, что-то наболело. Вадыков уже как знал. Уже мне объяснял все. Говорил, что надо. Потом говорит, ну нет, отец говорит, ты записывай на бумажке тогда, что ж мне будешь спрашивать чего-нибудь. В это время моя сестрица меня вызывает ехать протестить мою няню. Няня умирает. Вот. Я, значит, говорю, пускай отец Алексей. Он рядышком там. А отец Алексей в горах там в детском лагере обслуживает. Он говорит, ну хорошо. Я, значит, тогда приготовился, решил, поеду без дорог. Потому что там мне отец Алексей показал, как идти в алтарь ему из дома. Так что я мог взять там в запасные дари. Я приехал туда. Взял я это. Да. Еду туда. Двадцать минут от поездки. Вдруг передо мной вырастает какое-то страшное чудовище. Буквально как двухэтажка. Вот. И так на меня глаза выпучило. И потом что-то сзади берет, поднимает и на меня вот так. А в руке сабля. Кровавая сабля. Но я понял, что это не может быть настоящее. Это бесы устраивает. Я уже священником был. Знаете, я поехал прямо на него в машине. Повернул налево от него. Там как раз была дорога. Вот так дом здесь был впереди. А это чудовище выстава. Это я повернул налево. И чувствую, как за мной. Это его это. А, еще до этого вдруг он меня пронзил двумя такими струями. Это синего цвета какого-то. У меня просто, ну, мурашки пошли по всему телу. Ну, в общем, я поехал. Страх был, конечно. Потом прошел этот страх. Я приехал нянечку на пусту. Причастил ее. Еду назад. И что мне делать? Вдруг у меня мысль. Ты только не езжай этой дорогой. А я думаю, нет, я священник. Я должен бороться против этой гадости. Я поеду. Ты меня не устрашишь. Я понял, что это проклятый бес. Ну, я тогда и поехал прямо на эти дороги. Но это уже ночь была. И вдруг под этими фарами, ну, это там, где только вид. Вдруг я вижу, кишит везде все. Какие-то всякие чудовища все шмыгает. То за кустом, то за домом, то и все. И опять такой страх схватил меня. Я стараюсь молиться крестом иерейским. Благословляю сначала. Потом правую руку, левой рукой управляю и еду. Стараюсь молиться. А чувствую, что как будто Господь не хочет меня слышать. Я поповат. Просто поповат. Вот. Но я понял сразу, что это именно, это просто видно, Господь дает мне пройти эту школу. Вот. Что Господь, конечно, меня слышит, но Он не хочет, чтобы я его почувствовал. Я не мог добиться никогда. Я приезжаю домой и прошу это 20 минут от дома. А впечатление было, что это часами было это дело. Я приехал домой, выхожу из машины. Меня всего трясет. С меня пот градом льет, мокрый. Я никак не могу от страха этого уйти из этого ада. Я вхожу в дом. Сразу же на правую сторону у нас кухонька была маленькая. Надеюсь, что в кухоньке у меня там икона Казанской Божьей Матери. Я взглянул на иконочку Казанской Божьей Матери и как рукой сняло все. Все исчезло совершенно. Я тогда понял, что вот как Царица Небесная и Господь хотел, чтобы я понял, какую силу имеет Царица Небесная против этих врагов проклятых. И ангел-хранитель, конечно, как он защищает нас. Через две недели я понял, почему мне Господь все это дал пройти эту школу. Две недели проходит, вдруг ко мне, я выхожу из храма, вдруг подъезжает машина. И из машины вытаскивает какую-то женщину, которая в буквальном смысле ее вытаскивает, она буянит и не хочет. Они ее тянут ко мне, вытащили ко мне. Оказалось, бесноватая. Цыганка румынская. Я ей спрашиваю, вы православные? Нет, мы католики. А я тогда говорю, вы к своим обращались? Да, мы к всяким этим католическим ксенжам обращались, никто помочь не может. Потом гречанка одна какая-то православная сказала, что она выгонит бесов. В Чикаго надо было ехать, а это было не дергать. Они поехали туда, привезли туда эту несчастную Юлию. Потом, ну, пускает ее в квартиру, так вы ее запираете. Я закрываю дверь и оставляю ее со мной. И она остается с этой женщиной. Сначала тишина, потом крики страшные всякие идут. Они вызывают полицию. Полиция приезжает, стучится. Никто ей не открывает дверь. Они взламывают дверь, ходят туда. Они обувь бесноватой стали. Ее, значит, привезли тогда. Эта бедная гречанка тоже стала бесноватой. Тогда они решили, значит, вот к этому молодому священнику при храме памятники, значит, это. Я говорю, вы католики, я с православными только должен. У нас есть специальная служба отчитывания. Они говорят, звоните вашему епископу. Может, он же даст благословение, сделает какое-то, чтобы помочь нам. Я говорю, хорошо. Я позвонил. Вадыка Никон был как раз в больнице тогда. Вадыка Никон мне говорит, я ему сказал, в чем дело, что вы привезли католичку, она веснуется, и что мне делать? Вадыка говорит, ну ты же, я знаю, ты очень уважаешь Иоанна Кронштадтского человека. Я говорю, да, но я же не Иоанн Кронштадтский. Он говорит, а ты знаешь, что Иоанн Кронштадтский исцелял и магнитан, и евреев, и всяких, и иностранцев, а очень часто они потом принимали православие? Я говорю, да знаю. Он говорит, так я тебе Богословие возьми и отчитаю. И вот по молитвам владыки Никона, вот я тогда взял ее, ввел в храм, я попросил, у меня был уже помощник тогда, отец Лаврентий, я, значит, его пригласил, ну что, приехал он, приехал, приехала Анна Степана, она такая, кедрис была, это Рейгенша у нас, это Соломчик, это верующий очень. Я дал икону Казанской Божьей Матери отцу Лаврентию, и сказал, ты стои около меня, чтобы икону на нее ставь, это как бы вот на расстоянии. Он стоял рядышком, я ему сказал, что сначала будут бесы стараться устрашать тебя всякими страхами, потом, если ты это выдержишь, потом на гордость будут тебя стараться поднять. Вот, так что ты на это ни на что не обращай внимания, только молюсь. Вот, я прочитал этот канун положенный, потом эти молитвы длиннющие, последние, а ее в это время все со стулом поднимают, и эти родственники ее держат, придавливаются к полу. В конце концов, эта несчастная последняя, когда молитву прочитал, ее подняла со стулом, и эти не смогли ее удержать вот на такую высоту. И потом грохнулась, и стул в дребезги разбит был, и она оказалась на полу как мертвая. Ломали купала, не знаю очень. Я говорю отцу Лаврентию, принеси мне святую водичку из алтаря. Он принес святую водичку, я взял пальчиками святую водичку, и помазал губки вот так крестом. Я начнусь. И совершенно все прошло. Я была по молитвам, конечно, духовника, в годы каникул мой духовник был, по его молитвам и помощи, конечно, Господней. И все это вот чудо было. Она осталась совершенно здоровой. И так получилось. Она скоро захотела принять православие. Я ее крестил. Моя матушка стала крестной матерью. Это я снял портретик, когда Владыка сходил с лестницы вниз, и я выходил от отца Владимира из канцелярии тогда. А это такой случай был. Вдруг я захожу к моему помощнику тогда, Цуфилиппу. Он был. Я его и переводил в нашу церковь, и потом из белорусской. Потом я его венчал. И потом, значит, диаконом на меня был. Потом священником тоже был. Уговорил быть помощником. Ну, в общем, я как-то прихожу к нему. И мне говорит, Цуфилипп, вот тебе письмо. Хорошо. Я говорю, какой это? От кого? Из Синода. От митрополита. Не запечатанный. Откуда ты? Без марок. А мне передали. И все. Уходи вот. Я взял письмо. Открываю в машине. Смотрю. По-английски все написано. И подпись митрополита Фиволета. Читаю. Меня запрещают служение. Не только в храме памяти, но и во всей. Это Джексон Тауншип. Что я, значит, не имею права служить. До, значит, какого-то рассмотра моих дел каких-то. До суда. Хорошо. Это было накануне крестовое движение. Я думаю, что мне делать? Беспокоить митрополита. Накануне такого праздника я не буду. Ну, я не пошел, не дерзнул идти в храм, служить. Иначе раз подпись митрополита была. После праздника прошло два дня отдохнуть немножко владыке. Позвонил владыке и говорю, «Владыка, простите, за что меня запретили шеф службы и служить в этом всем районе?» Я говорю, «Как так? Что такое? Приезжай ко мне, покажи мне этот указ». Я приехал к владыке. Приезжаю я к владыке, показываю ему этот указ. И это только один раз в жизни я видел, что он расстроился. Он взял этот указ, бумажку, которую я передал. Посмотрел на нее, взял с досадью, ударил рукой вот так по этой бумажке. И ко мне обращаются и говорят, вот что они делают. Они подкладывают мне всякие документы, чтобы я подписывал. Они же прекрасно знают, что я не читаю по-английски. Они ему подложили накануне это и отвезли, чтобы меня не запретили. Всем епископам было послано письмо в защиту, что меня защищает митрополит Филарет и против меня. Это было на прославление всех новомучеников. Я приехал в Синод и иду под богословение дому другому епископу. Там много епископов было. Кто меня не знал, спрашивают, а как его зовут? Я говорю, Константин. А фамилия Федоров? А, это вы? Ага. И вот такие у меня были разговоры. Потом у меня митрополит Виталий выходит из лифта. Я подхожу под богословение. А он говорит, так, а как вы зарабатываете? Я знаю, что вы не можете кормить семью на этом жаруне, который получаете. Как вы зарабатываете? Потому что меня обвиняли. Кража, чем только меня обвиняли. Я говорю, я иконы пишу иногда. И картины, эти пейзажи, только леса там. А он говорит, а покажите мне работу. Я говорю, у меня с собой нет. Привезите мне завтра. Привезу. Я говорю, только у меня писаных сейчас нету. У меня есть отпечатанные работы. Мои три иконы я могу привезти. Привозите. Я привез на следующий день. Показываю ему икону. Он изучает икону Казанскую Божьей Матери сносила. Потом я на Кронштадтской Николая Чуротворца. Три иконы большого размера я ему дал. Вот этот посмотрит, смотрит на меня. Смотрит на икону, смотрит на меня. На икону. Изучает на меня. Понятно. Ага. Ну, все. Все мне понятно. Все понятно. Бери иконочки свои и езжай спокойненько домой. Ну и все. И с того времени Владыка со мной стал очень хорошо. Владыка Виталий со мной обращаться. И мне тогда вдруг вызывает меня Владыка Метаполит. Приезжай. Указ есть. Я приехал к Метаполиту. И он дает мне указ. Назначает меня новую коронную пустыню как раз. А туда, куда я уже тогда решил. Владыка говорит, иди спокойно, там можешь молиться. Вот Владыка Метаполит. Он любил очень новую коронную пустыню. Сам там бывал часто. И у нас и на озере был. Он любил идти рыбку варить на озере. А туда специально отец Никита напустил туда Карпов или как их иметь. Ну да, Карпов, да. И Владыка, значит, идет туда. Как только узнают, что он идет туда. Он туда только шел, когда молодежи много было там. И они все за ним шли через мостик такой разваленный был. На маленький островочек посередине. И он закидывал удочку. И все, разговаривали с молодежью. Все их это... А с ними, значит, это... А против него тоже говорили, что вот он не занимается делом. Он занимается рыболовью. В общем, только всякий пакет говорили о нем тоже делом. Святитель Филарет. Вот как документы подставили, али как в моем был случай. Так что было тоже много... Он чувствовал тоже вот, что он один уже оставался в последнее время. Даже как метаполит Виталий мне тоже сказал, что он чувствовал, что он уже один стоит за истиной. Святитель Филарет. Мне когда он ушел, Господь его взял, то тогда бостонцы начали, греки начали там бунт устраивать. И решили, значит, уходить из Синода. Значит, и всякие там обвинения, что мы занимаемся и коммунизмом там. В общем, всякие недочеты начали находить у нас. Вот. И я начал задумываться, потому что мы были довольно близко, потому что там был ладыка Константин туда уехал, я его приезжал. И матушка там в монастырь женский любила ездить греков. То я начал очень скорбеть о том, что происходит. И неужели раскол будет в Синоде? Вот. И я как-то лег, молился очень вечером святителя Филарету. Это годик приблизительно после того, как Господь его взял. Я просил ему, ладыка, я знаю, что ты на небе, и ты мой духовник. Был, есть. Скажи мне, что мне делать? Что мне делать? Я вот молился, пока в конце концов уснул. И когда я уснул под утро, вдруг у меня такой сон. Вадыка приходит ко мне в храм. Это, значит, это Магапакин, Новый Корнеопустин. Мы хотели новый притвор сделать там, чтобы... Новый притвор как будто стоит. Вадыка входит туда, ему дают посох. То есть это жезв дают, посох берут прислужники. А я литургией как будто собирался служить. Я в полном облачении беру крест, встречать Вадыку, как положено на подносе. Я прихожу, увидел Вадыку, он так сияет, как молодой просто, с голубой этой мантией и все это. Я положил крестик на наводчик, рядышком стоял, с тарелочкой, с подносиком, и бухнулся ему в ноги земным поклонным. Что он обыкновенный не делал, просто подходил под богословение, давал крест целовать и все. А то здесь я так сделал, здесь бухнулся. Я говорю, Вадыка, мне так тяжело, не знаю, что мне делать. А Вадыка берет и говорит, знаю, отец Константин, а ты меньше думай и больше молись, понимаешь? Я хочу поднять голову, а он мне, знаешь, для смирения взял посох, не посох, а жезву и на голову поставил. И придавил меня к земле. Я на этом проснулся. Я проснулся, но мне так легко стало. Но голова здорово заболела после этого, вот такое было. И я так часто людям говорю, когда у них беда, я говорю, имейте думай, больше молись. Я так и стараюсь делать. Нужницы получат Царство Небесное, которые работают над собой, надо работать над собой. А сейчас люди не хотят. Все заняты, все заняты. Сейчас захватила вся эта временная суета. Все заботятся только о временном. Это главная забота всегда. И о здоровье там. Но не духовного, не душевного, а телесного здоровья. Это их главная забота выходит. Ну, поэтому вот и беда. А Божий, по-моему, так. Ну, иногда вспомнят на Пасху, на Рождество. Есть такие, которые говорят, «Батя, а что у вас всегда поет только Христос Воскресе, когда я не приду?» Ну, так ты приходишь только раз в год, вот поэтому и Христос Воскресе поется. Так что вот. А так, чтобы люди больше, чтобы они должны понять, что они же жизни не имеют без Господа. Нет, если бы Господь взял бы и не содержал бы их, так стали бы просто землей. Да и то и земля, это прах какой-то остался бы. Господь в Сиди жителе, он все содержит. Так что куда же нам это без Боженька, как мы можем быть? Ну, это люди не хотят понять. Я говорю, что, ну, Боженька там, где-то на небе. А мы должны быть так, чтобы Господь в сердце у нас был бы. А если его нету, то кто туда заходит? Злые духи заходят. Они держат тогда, связывают нас с одной другой страсти какой-нибудь, привязывают нас к земному, и никак не хотят, чтобы мы о вечном думали. Здесь, в России, конечно, те, которые не признали эту советскую церковь, то они, конечно, они должны были выжидать. У них священник мог появляться два-три раза, но может год только. Они все это ждали, терпеливо все. Они молились дома. Так что, вот так, вот я сюда, когда начал здесь служить сначала, тут тоже чтец один был, который искал себе батюшку, что для Сибири. Искал, искал, и вот сухавшая зарубежная церковь сюда, потом приехала, можно сказать. Вот, узнала, что я служил там в одном доме, в Ачире маленькая церковь была сделана. Ну и он начал приходить, но он не так простенько сразу же пришел. Он стоял у дверях целый год почти что. А через год он уже решил, значит, подойти к Христу. И тогда он попросил, чтобы я поехал к нему в Сибирь. Ну вот я поехал. Ну что ж, вот расстояние с поездом, это три с половиной даже дня было туда доехать. Ну вот, так что недели уходят на поездку. Ну а потом, значит, что я ездил сначала так, потом решил, значит, летать туда, но часто не мог. Дедик-то и там нету, мне приходилось. Я там старался, чтобы церковь построить у них. Церковь была домовая, которой я пришел первый раз, когда туда, смотрю, большая комната, как будто гостиница. Лежит на диване там одна больная, другая старушка там. И ни церкви никакой нет. Он говорит, батюшка, пойдите там, отдохните после поездки на полчасика. Потом приходите. Я через полчасика прихожу и удивился. И когда Стас стоит, и все там, оказывается, у них двойная стенка была там. И они, когда им говорили, что КГБ опять идут искать что-то, то они это за пять минут они все убирали. А потом за десять минут могли все это раскрывать. И престол у них был, это скрученный вот такую, из палочки сделанную, что-то такая, в общем, разворачивалась, устанавливалась. В общем, это вот в таком положении были здесь. Они признавали зарубежную церковь, почитали, что это истинное церковь. Наш метаполит Феворет, святитель, тоже признавал их полностью. Я с детства меня учили, что настоящая церковь – это в катакомбах. Она все гонимая всегда была здесь. Когда еще в Америке, то мне вот владыка метаполит Виталий говорит, вот я получил письмо из катакомбной общины одной. У нас умер отец Михаил. И просит, чтобы мы бы отпевали. Можешь ли отпеть его? Потому что у нас некого. Он был последний священник из тринадцати, который он последний был, уже никого не было в этом районе вообще вообще. Он обслуживал большой район, это в России. Рождественское, по фамилии его. Ну, я, значит, говорю, конечно, владыка, я отпевание совершу. Прикладываю 17 людей еще, которые были не отпеты, из катакомбцев. Значит, вот этим отпеванием это приложил еще 17 людей. А сейчас я уже давно, когда отпевание совершаю у кого-нибудь, я всегда еще прошу, чтобы, Господи, еще примкнись до тех, которые некому было отпевать. Поставили иконочку на дерево, на сосну Серафима Саровского, и Акапис начали с улиц. Мы и общинкой маленькой приехали на трех машинах туда. Ну, и сужу все, еще не кончил Акапис, вдруг шум. Слышу, кричат молодежь, прыгают в это озеро, купаются. Я повернулся и сказал, прекратите, дайте мне закончить Акапис. У меня еще три икоса осталось, так что потерпите немножко. Замолчали вы это. А я вернулся, смотрю, рядом стоит какой-то молодой, одет как священник с крестом серебряным, и народа полно сзади стоит. Ну, значит, после этого, значит, когда отпуск был, я спрашиваю, откуда вы и что? А мы здесь из московской патриархии. Вы откуда, батюшка? Ну, я ему рассказал, откуда. Очень заинтересовался батюшкой, чтобы говорить. Полтора часа беседовали, сидели на скамейке там. И он все это ничего не знал, ни о коммунизме, ни о сергенции, ничего абсолютно не знал. И вот только семинарию закончил. Говорит, вас ничего этому не учат там? Нет, ничего мы не знаем. И народ ничего не знает. И здесь даже то же самое, в Костроме. Здесь, с кем не поговоришь, они ничего добро не знают. Потому что московская патриархия, где она замешана, в этой организации антихристовой и все. И о сергенции ничего не понимают. Что такое о сергенции? Ничего не знают. Им их обманули. Они считают, что у них церковь настоящая. А так по улице ходишь. Я всегда в Риасе хожу. Меня так учил Владико Никон, чтобы меня не видел никто без Риасе. Это, ну, так я и в Америке так ходил везде. И здесь то же самое. Ну, у людей многие, я смотрю, как матушка, удивляются, кто что такое так ходит. Уже здесь не ходит так. Редко, когда он будет, кого-то увидишь. Так. А так и редко кто подойдет под богословие. Иногда видно, как кто-то из сердца у него такое, что подходит. Бывает, что с детишками подходит. Ну, а я тоже вижу с детишками идет. Маленькие. Маленькие детки, чистые сердечки еще. Она там смотрит на меня маленькая. Или в колясочке, или вот такая совсем маленькая. Смотрит, и я ее угнется, и она угнется. Мой ребеночек маленький. Я тогда подхожу и спрашиваю, вы православные? Я говорю, да, православные. Я говорю, можно дать иконочку ангелохранителя маленькой девочке или мальчику? Я говорю, да, конечно, конечно. Ну, я и даю им этой иконочке тогда. Ну, и карточку даю, чтобы если захотелось. Я говорю, на интернет залезаете когда-нибудь? Да, залезаем. Я говорю, ну, так вот, возьмите карточку мою. Залезайте ко мне на сайт когда-нибудь, послушайте беседы, проповеди, там, духовные книги. Пользы получите какие-нибудь. Ну, вот так приходится работать. Вот. Здесь сосед был, это вот напротив, ко мне приходит. О, я так жалею, что вы перестали строить этот храм. Мне сказали, вы храм, что я хотел уже разломать забор и сделать калитку, чтобы приходить к вам в храм. Я ему сказал, думаю, мы-то из зарубежной церкви. Ну, зарубежная церковь же с нами объединилась. Я говорю, нет, не все. А почему нет? Я говорю, а это вот объясни. Вот из сервиянства, из-за не было покаяния, не выходит из коммунистического движения. Вот это такое. Для них это совершенно темно, они совершенно не знают этого. И мне очень жалко, конечно, их, этих несчастных. Вот в больнице сейчас лежал пять-две недели с матушкой. Так там чуть ли не из каждой палаты все приходили, все побеседовали, поговорили. Ну, заброшенные совершенно духовно. Вот. И когда уже просят исповедоваться, я говорю, ну, это не из московской патриархии. И объясняю, стараюсь объяснять. Никто, никто из тех, о которых я говорил, абсолютно ничего не знал об этом. Потому что они держат это в тайне. Их это не интересует. А так поговоришь, и они всегда. Даю иконочку маленькой, маленького ребеночка вот такого. Бабачка, а сколько вам заплатить? На каждом шагу. На каждом шагу. И в больнице. Я даю иконочку бабушке. Она говорит, а сколько вам нужно дать? Я говорю, я ничего не беру. И они страшно удивлялись, что я ничего не брал. А у них за каждое, за все берется. Даже вот, когда дают эту записочку помолиться. Там, значит, вот в Питере я был, я на Кронштадтской вот это хотел приложиться. Это гробница его тогда еще. Ну, я был в Питере, я заехал туда. Ремонт был в этом храме. И они, значит, меня не пустили сначала. Но потом я стоял у лаковой свечного ящика. И там бабушка дает записочку. Монашенька ее смотрит. Нет, бабушка, еще надо дать 10 рублей. А вот здесь у вас больше 15 имен записано. Значит, только 15 имен столько-то было. Что в этом смысле у них бизнес. Это в Красноярске было, в другом месте был. Подходит ко мне отец четверо детишек. Просит, покрестите моих детишек. Я говорю, так вот это около храма проходило. А что вы здесь это? Вы отсюда из этого? Да. А батюшка хочет, чтобы я на каждого ребенка купил еще целый закон Божий разных книг. Я говорю, батюшка, ну дайте мне одну для всех будет. Это всему вам пользу. Нет, вы должны купить для каждого. И за каждый раз такая-то сумма за крещение. Он у меня не пасти, у меня нету денег. Вот такое дело. Прямо ценники. В ходах храма написано столько за крещение, столько за свадьбу. Но это бизнес у них. И так это народ многие тоже чувствуют и знают. Уж у них нету любви к истине, как митополит святитель Феворет говорил. В последнее время не будет любви к истине. А если не будет любви к истине, то такое получается. Это и коммунизм идет тогда. Они на любви как будто хотят строить. Вот объединяются все церкви. И все это всех признают. Кроме тех, которые стоят за истиной. А вот меня учил святитель Феворет. И так с детства знаю, что любовь не может быть без истины. Она должна быть с истиной. Или истина без любви тоже не может быть. Потому что если истина без любви, тогда получается какой-то фанатизм. И просто это не Божие. Потому что наш Бог есть Бог любви. Так что нам никак нельзя отделять истину от любви и любовь от истины. Нужно иметь то и то. Нужно иметь то истину от любви. Надо понять, что Царство Небесное нудится, силой берется. Без этого мы Царство Небесное не получим. Значит, надо заставлять себя работать над собой. Надо стараться тогда время уделять на молитвы. Это все это в начале. Это пока еще любви нету настоящей. Если любовь появится, тогда она автоматически идет. Ты не можешь быть без молитвы просто. И не можешь пропускать правила свои. Это любовь, она тянет к этому. А когда пока еще любви нету, то надо заставлять себя. Говорят, я люблю Бога. А говоришь, ну, в церковь чего не ходишь? Да времени нету там или то. А утром-вечером правила вычитываешь, да нет, тоже нет. Ну, так какая же любовь у тебя к Богу? Если любила к Богу, к Бога, то ты стараешься все время помнить, что Господь все время с тобой. Как Иоанн Конштадтский говорит, что я не понимаю, как это люди могут быть полтора часа без молитвы и поправляются. Что я говорю полтора часа? Полторы минуты без молитвы. Вот. И это любовь привязывает. Даже здесь, на этой земле любовь, если кого-то полюбит, он начинает думать о нем и помнить его или ее. А так любовь без памяти – это тоже не любовь. А это просто самообман. Вот. А так… Скорбно очень, конечно. Банчику очень скорбно, когда видит, что уходит. И уходит как раз… Причины… Главное, вот причины, что не развилась любовь к истине, чтобы держаться истиной. А им, чтобы было поудобнее. Вот. Слишком далеко сюда ездить, там это… Ну, если кто-то поближе что-то есть, давайте туда. Вот. И всегда себя веню. Прошу Господа прощения, чтобы не мог удержать свою посту. У меня был один, вот, например, католик. Это… Это… Из… Цыган… Это… Из Рубынии. В Америке было тогда. Да. Значит, мне вдруг звонит и говорит, мой папа хочет принять православие. Он на смертном мандаре в больнице. Что мне делать? Я звоню святителю Филарету. Значит, я приехал в больницу, смотрел на экране этой… Там, где показывают, как идет сердце. Ужасное идет это сердце. Доктора вокруг, там, доктор, сердце, милосердие и все. А у меня ассистент был батюшка. Он был… Это… Тоже работал, как… Ну, уковы давал такие-то. В общем, это… Забыл уже, как называется. Понимаете? Ну, в общем… Они мне доктор говорит, что у него несколько минут из самой жизни. Что мне делать? Он католик. Я звоню митрополиту. Святитель митрополит… Я ему объясняю, что человек умирает. Что мне… Он хочет стать православным. Он просил своих детей, что он не хочет умереть. Католик, он хочет православным стать. Владыка митрополит меня спрашивает, у тебя дали святые есть с собой? Вы есть. Вы… Спроси, доктор, сможет ли он причаститься. Я говорю, ну, не крещённый, ничего. Это… Нету времени. Минутки остаются. Вот ты, как говорит, возьми, если он сможет причаститься, возьми его причасти. Господь его примет. Вот митрополит, филоводец, святитель так сказал. Я смотрю, у него эта трубка через нос, в желудок качает ему желудок, лёгкий ему, это, в общем, всё на всяких машинках. Я спрашиваю доктора, может ли отключить это всё? Хотя бы, спрашиваю отца Лаврентия, я говорю, сколько времени берёшь, чтобы, если причаститься, чтобы воспринял бы организм так, чтобы это не выкачать, потому что не качали желудок ему. Он говорит, ну, минут двадцать, полчаса. Спрашиваю доктора, можете выключить эту машинку? Да, уже никакого смысла нет, можно выключить. А он говорит, что не может уже, ничего. Я такой с ним говорю, взял его за руку и говорю, если ты согласен, давай мне знак хоть немножечко придави мне палец там, что-нибудь так, движение сделай какое-то. И он на каждом шагу это он делал движение. Он делал движение, что значит, хочет, очень, очень хочется. Я его причастил. Только он проглотил причастие, вдруг эта самая машинка, она пошла нормально, сердце начало бить нормально. Доктора все в отделении были. Он так обрадовался, отошел. Три дня его Господь дал ему пожить. И он радовался, что он стал православным. Вот как? Как его звали? Георгий. Георгий. Георгий по-английски там был. И вот такие сути. Вот знаете, экономия, насколько принимается Господь. И это святитель Филарет сказал, что причаститель. Я очень обрадовался, конечно, что он так принял. Такая у него радость. Я его навестил. Ну, явно, что он глубоко верующий был. У него дети его были у нас, приняли православие давно. А он все еще держался в католичестве. А вот перед смертью очень хотел стать православным. В общем, мы подходим к концу. Господь, помнишь, сказал, что когда придет, найдет ли он еще кого-то, что будет оставаться. Некоторые святые даже написали, что только будет один епископ, один батюшка, да и все. Несколько прихожан. Ну, сейчас время антихристовое, конечно, перед антихристовое совсем. Все. Люди не хотят молиться. Детя нет их. Царство небесное они не ищут, а ищут все временно на себе. Вот это самое страшное. И деток сейчас воспитание такое идет. Господу Богу, родители не притягивают. Но это, конечно, не только словами, это надо жизнью. Поэтому я стараюсь записать эти 12 томов «Жития святых», чтобы тоже могли бы слушать или читать Дмитрия Ростовского «Жития святых», чтобы момент брать от них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok